В этом уроке мы поговорим о настройке рабочей среды в Photoshop для более комфортной и быстрой работы. По умолчанию я использую среду фотографии, несколько измененную. Вот так она выглядит по умолчанию. Но здесь я убираю некоторые палитры и добавляю свои. Палитры в Photoshop это основные информационные окна, с помощью которых можно понять, что мы делаем, а также выбирать различные команды и функции. Палитры, как правило, группируются в так называемые доки. Вот здесь, например, док содержит три палитры – слои, каналы и контуры. Вот здесь док содержит две палитры. Также палитры можно перетаскивать вот сюда, на боковую полосу. Например, вот эту палитру библиотеки я могу взять за заголовок и перетащить вот сюда. Как только появится синяя полоска вверху, я отпускаю палитру и она закрепляется вот здесь. Отсюда я убираю палитру «Навигатор». Она мне здесь не нужна. Для того, чтобы закрыть нужную палитру, я кликаю правой кнопкой мыши и в выпадающем списке выбираю «Закрыть». Вот теперь палитра «Навигатор» здесь не показывается. Но в любой момент любую палитру можно вызвать через меню «Окно». И вот здесь вот расположены все доступные в Photoshop палитры. В данном случае мне нужна палитра «Инфо». Палитра «Инфо» часто используется при обработке изображений и позволяет получать различную информацию. Например, о цвете под курсором в различных цветовых моделях, а также о цвете в различных контрольных точках, где у нас проставлен инструмент «Образец цвета». Когда я открываю какую-то палитру, она показывается вот в этом блоке. Вот она. Для того, чтобы закрыть и скрыть палитру, можно щелкнуть вот по этой пиктограмме. Вот здесь есть также несколько палитр по умолчанию. Это палитра «Операции» и палитра «История». «История» и «Операции», как правило, группируются в один док. Это для того, чтобы не загромождать вот эту основную правую рабочую область, где расположены развернутые палитры, а свернуть палитры более компактно и при необходимости вызывать их. Но палитру «Инфо» я все-таки перетащу вот сюда. Я навожу курсор на пиктограмму и перетаскиваю палитру вот сюда, в этот блок, в этот док. Обратите внимание, что рамка подсвечивается синим цветом. Я отпускаю левую кнопку мыши и палитра пристыковывается вот в этот блок. В данном случае у нас не пристыковалась палитра «Инфо». Вот она. Поэтому я также перенесу ее вот сюда. Пристыковываю. Палитра «Свойства» мне не нужна, поэтому я ее закрою. Итак, обычно я использую вот такую рабочую среду. При необходимости вот сюда я могу добавлять нужные мне палитры. Также в этой вот боковой панельке в узкой у нас показываются различные панели расширения. Для того, чтобы открыть любую панель расширения, если она у вас установлена в Photoshop, нужно перейти в меню «Окно», «Расширение» и выбрать нужную панель. Например, я выбираю здесь панель для ретуши. Если у вас не установлена ни одна панель, то вот этот пункт меню «Расширение» он будет неактивен. Как видите, вот здесь показывается иконка панели, и при нажатии на нее она разворачивается. Хочу обратить особое внимание, что вот такие панели расширения по умолчанию они не входят в состав Photoshop. Эти панели либо где-то скачиваются, если это бесплатные панели, либо покупаются, если это платные панели. Данная панель является платной и продается на сайте Фотомонстр. Теперь давайте настроим палитру «Инфо» для комфортной работы. Для того, чтобы настроить палитру, нужно перейти вот сюда, то есть в правом верхнем углу возле заголовка нажать вот эту кнопочку, выбрать в ней «Параметры панели». И здесь уже можно настроить нужные нам параметры. Первая цветовая модель у меня остается RGB, а в качестве второй цветовой модели я использую модель Lab. Модель Lab наиболее удобна, потому что с ее помощью легче определять различные посторонние оттенки на изображении. Что это значит? Например, я навожу курсор на кожу и вижу, что у меня значение канала B 22, значение канала A 15 и значение яркостного канала 83. То есть цвет кожи в данном случае лежит в пределах определенных допусков. Если бы у меня вот здесь значение канала A превышало значение канала B, то есть было бы наоборот, то это был бы уже тревожный сигнал к тому, что кожа имеет слишком красный оттенок или даже слишком холодный оттенок. Также по палитре Lab легко определить посторонний оттенок в нейтральных цветах. То есть в данном случае при наведении курсора вот на эту область я вижу, что она не нейтральная, а имеет теплый оттенок. То есть значение канала B в ней положительное и значение канала A также положительное. На заднем плане находится камин и вот здесь уже я вижу, что он имеет явный холодный оттенок с преобладанием голубого цвета. Но на заднем плане такой оттенок допустим и даже приветствуется. То есть мы обычно обрабатываем фотографию так, чтобы получить передний план более теплый, а задний план более холодный. Это способствует лучшему восприятию изображения с точки зрения художественности. Единицы измерения линеек я не меняю. То есть в данном случае это у нас будет показываться позиция курсора. Позиция курсора показывается под цветовой моделью RGB. Вот смотрите, я перемещаю курсор и там меняются его координаты. Затем нужно включить вспомогательные параметры, которые будут отображаться вот здесь. Одним из важнейших параметров является профиль документа. То есть когда мы включим профиль документа, он будет показываться вот здесь. Также при необходимости можно включить размер документа, чтобы знать, какой размер имеет документ в пикселях. Остальные галочки включаются по желанию. Например, я иногда включаю текущий инструмент и шкалу измерений. Также можно включить объем документа. Но в данном случае у нас эта палитра тогда расширится вниз, так как в ней будет отображаться большое количество информации. Если, скажем, у вас монитор имеет маленькое разрешение, то есть меньше, чем Full HD 1920 на 1080 пикселей, то данная панель может занять слишком много места и некоторые параметры здесь можно отключить. Но в любом случае нужно оставить включенным профиль документа и по желанию либо объем документа, либо текущий инструмент, который вы используете. Нажимаем ОК. Вот как видите, здесь появляется дополнительная информация. То есть мы видим, что документ имеет цветовой профиль sRGB. Это очень важно, обращать внимание на профиль документа, особенно перед сохранением итогового результата. Потому что если, например, вы работали в цветовом пространстве Adobe RGB или ProFoto, иногда бывает нужно переходить в эти цветовые пространства для определенных целей. И если вы перед сохранением не присвоите документу профиль sRGB, то цвета у вас будут отличаться в различных программах просмотра и в интернете. То есть вы получите совсем не тот результат, на который рассчитывали. То есть стандартным цветовым профилем, который поддерживается всеми программами просмотра изображений, а также поддерживается интернет-браузерами, это профиль sRGB. Какие еще настройки можно произвести вот здесь, например, в палитре слоев? Если для вас вот эти миниатюры покажутся слишком маленькими, можно их размер увеличить. Для этого также нужно открыть свойства панели. Вот сюда нажимаем, выбираем параметры панели и здесь мы можем задать размер вот этих миниатюр в слоях. Сейчас я задам размер миниатюр побольше для того, чтобы видели, как это работает. Вот теперь вы видите, что размеры миниатюр стали побольше и информация на них более различимая. Но я привык работать с маленькими миниатюрами, поэтому я верну все в исходный масштаб. Вот так. Итак, теперь вы знаете, как настроить интерфейс программы под свои нужды. То есть располагайте панели так, как вам удобно, но чтобы они только не загромождали рабочую часть нашего экрана. То есть в данном случае не переползали в рабочее окно. На этом все. В следующих уроках мы продолжим знакомство с программой Photoshop.